Всем привет! Ну, наконец-то, новый влог! Выходит новый влог, его все ждали, думали, куда я пропала, куда я пропала, а я тут. Мы выехали всей семьей, Адриана сзади спит, в город. Хотели мы сегодня погулять по городу, заодно, думаю, сниму влог. А у нас пошел дождь, поэтому... Ну и так прохладненько немножечко. Поэтому мы решили, что погулять у нас не получится, дома сидеть не хочется, поэтому мы выехали какие-то вопросы порешать. Сделали Владу мельдунок сейчас и хотим поехать посмотреть телефон, да? У Влада, короче, телефон сломался. Поверните направо. И хотим посмотреть телефон, поэтому и делали мельдунок. Но у нас есть еще одна классная новость. Сегодня Влад сдавал собеседование... На что? Насталый побыт! Насталый побыт, наконец-то! Да, вот мы... Сколько мы в Польше, уже в Обросове живем почти три года. И за три года, вот только сейчас, Влад сдает собеседование, насталый побыт. Надеюсь... Ну, вроде бы все хорошо, да, прошло? Да, все было супер даже. Ну, давай мы расскажем чуть-чуть попозже, что спрашивали тебя. Давай, давай. Вкратце, что спрашивали, что он думал, что спросят, например. Но не спросили, сколько вообще по времени это все длилось. Может, кому-то из вас будет интересно и полезно. Кто-то собирается тоже задавать собеседование. А мы пока едем. Мы зашли в медиа-эксперт. Смотрите, компьютер классный. Он же стационарный такой. С клавиатурой. Я понимаю, что ее можно зарядить. Она будет беспроводная, наверное. С мышкой. Почти 8 тысяч золотых. А мне еще вот такой планшет понравился. Эппл тоже. Сразу чехол с клавиатурой идет в шипы. Тоже прикольно. Сколько тысяч пятьсот? Тысяча шестьсот золотых. У нас Адюша проснулась. Влад пошел смотреть телефоны. Дети хотят здесь этот... Здесь можно поиграть в Sony. В PlayStation дома не хватает. Пойдут играть в Sony. Где телефоны? Нашел? Ну, идем. Дети хотели найти PlayStation. Я им нашел их правил. Я хочу еще показать кофемашину, какую я хочу. Мы хотим еще кофемашину. Ты хочешь еще кофемашину? Я хочу. Этот маленький ребенок уже совсем в коляске сидеть не хочет. Не хочешь сидеть в коляске? Нет. Нет? Топать любишь ты, да? А как ты любишь топать? Покажешь? Как ты топать любишь? Покажешь? А? Стесняешься? Когда Адриана вот так ручкой идет, это она стесняется. А вот и я. На улице дождь, и у меня все волосы распушились немножко. Сейчас поедем еще. Хотим поехать мы в Икею. Там надо тоже Адриане майки купить какие-то. Хотим в Сенсей зайти Диме кроссовки. И, наверное, зайдем в Икею, чуть-чуть погуляем. А что делать? Все равно дождь на улице. Вот кофемашины. До лонжи. Мы хотим до лонжи. С капучинатором таким, чтобы не вовнутрь заливать молоко, а отдельно можно было налить молоко и легко было мыть. Почти четыре. Ну, вот это вот три тысячи злотых. Чуть дешевле, да. А мне еще нравится белого цвета. Вот здесь есть белого цвета, но они не до лонжи. Вот эти. Белого красиво смотрятся. И это. Ну, это тоже вроде хорошая марка или нет? Или ты такого не знаешь? Юра? Не знаю. Но цена даже выше, чем у Долонжи, наверное. А, ну да. Она там 5-4 тысячи злотых. А Юра спросить. А вот, до лонжи белая. Смотри, 1700. А что так? Я белую бы не брал. Ну, разные бывают качества и все. До лонжи. И тоже всякие капучинаторы. Слушай, прикольно. Ну, она симпатичная. Мне нравится. Сюда, наверное, что-то делается. Сюда кофе засыпается. Прикольно. Ну, выглядит симпатично. Короче, ничего Влад себе не присмотрела. Да, мила? Потому что телефоны, которые он хотел посмотреть, они... Их сейчас нет в наличии. Смотрели пока 5-й и 6-й. У меня 5-й. И 5-го и 6-го нет. Но 6-й только вышел. И вроде бы как скоро должен появиться у них в магазине. Цена не сильно... Разница большая. Поэтому Влад думает, подождет чуть-чуть. И, наверное, 6-й возьмет. Вот этот новый Поко. Хорошие телефоны. Я говорю, давай ты мой тогда заберешь. А я... А я заберу так уж и быть. Поко 6-й. Голодная? Да? Скажи на польском, что ты голодная. Я очень голодная. Я очень голодная. Глодная? Глодная. Так. Переводчики перевожу. Переводчик переводит не совсем правильно. Поэтому я потом даю это Милане. Милана проверяет на ошибки. И вот таким вот образом Милана помогает мне общаться с моим клиентом. Надо Милане процент платить от зарплаты. Отправила папу с Димой. Дима в туалет захотела. И Адриана бегом. И Адриана. Но если Дим... Адриана без Димы вообще жить не может. Просто Дима в туалет, Адриана в туалет. Адриана? Быстро, быстро. Кто это? Ой, быстро, 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 быстро. Влад, расскажи, пожалуйста, в двух словах, что у тебя спрашивали на собеседовании. И что ты думала, что спросят, но не спросили. Вот самое такое. Что, короче, кто будет сдавать? Что надо точно учить? Я учил, реально учил, наверное, может, ну не от зубов, но учил очень много. Короче, из того, что я учил, 90% мне не понадобилось, если так, в двух словах. Реально спросили по минимуму. Сколько по времени, скажи, сначала длилось все? Примерно должно было быть час, но у меня вышло примерно полтора, но она меня каждых 5 минут, наверное, останавливала. Сколько всего вопросов было? Она просила без углублений. Без подробностей, да? Да, то есть если вопрос, что такое 3 мая, я там начинала, что день Конституции, в каком году, при каком там короле, то она сразу тормозила, тушила, говорит, не-не-не, вопрос просто, что за день? Вот и все как бы. И конкретный ответ на вопрос. Ну, я скажу, что если не знать ответа на вопросы, то влево-вправо не уйдешь никуда. То есть я уводил, бывало, ну так получалось, разговор там переводил было про меня, разговор про детей, уходил родителей. Тебя возвращали назад в чем? Я возвращала назад, да, и говорила, нет-нет, вопрос именно, как ты относишься, как вот ты празднуешь этот праздник, а не как кто-то там. Ну, сколько всего вопросов было? То есть такого вопросов, ну, штук. Как думаешь? Пускай это будет, ну, 30, может. Ну, я так не скажу, может, 40, может. Не было такого, что вопрос номер один. Погнали. Ну, что спрашивали, давай хотя бы пару пунктов, что спрашивали. По поводу праздников спрашивали, я рассказывал про Велькануц, нужно знать, это там, ну, максимально все, что есть, да, Пасха, Милана подсказывает, и Божье народжение. Обязательно этих два праздника, как праздновать, и вокруг них очень много вопросов, то есть как праздновали твои родители, как праздновал ты, вот у нас детки, как дети к этому относятся. Ну, то есть, как бы... Что еще спрашивали? Вот в этом направлении было очень много, все спрашивали, праздники государственные, как празднуете. То есть, я же там, 15 августа, 15 гущерпня, да, я тоже начал там, что это, рочнись. Ну, уже не надо сейчас рассказывать, пересказывать. А какие, про историю спрашивали, да, ты какие-то? Историю спрашивали очень мало. Вот, правда, из всего, мне история зашла легче всего, вот с Мешко-Перши 966 года и до Анжиа Дуды. Ну, спрашивали очень мало, правда. Ну, они такие ключевые вопросы задают, наверное, видят просто, плаваешь ты или нет. То есть, наанных поляках нужно было перечислить. Меня тормознули где-то на пятом, остановили, я сказал. Ну, там их можно... Известные поляки это, да? Да, 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 да. То есть, не надо было, опять же, про них рассказывать ничего, просто, негода, ничего. Просто, каких вы знаете, кто он? И были вопросы про, ну, в моем случае, это бабушка. То есть, бабушка у нас только... Про корни, короче, спрашивали. То есть, кому, как она относится, по какой родственной, ну, по папе, по маме такого плана. А спрашивали про гимн там спеть? Да, просили обязательно спеть гимн. Я думала... Ну, либо рассказать, да, петь, может, не надо. Ну, я не пел, я рассказывал. А еще Влад говорил, что спрашивали, какой-то стишок рассказать на... Да. Даже хотя бы просто детский стих, поэтому кто будет идти на собеседование, учите стихи своих детей. Это единственный, да, вопрос, который я не ответил из всех. Хотя Влад учил с Димой стих, но просто забыл его, это было давно. Я спрашивали фильмы, какие смотрел, книги, стишки, какие можешь рассказать, рассказы. И фильмы я смотрел много. На польском книге я тут вот, ну, не знал, что сказать. Короче, учите стихи, смотрите фильмы, слушайте музыку на польском, чтобы вот, если спросили, могли рассказать. Мы приехали в Икеа. В Икеа сегодня у нас пятница, а в Икеа у нас до конца августа, по-моему, да, до сентября. А, часто проводят эти акции. Да, покушать, если хочется, на детскую порцию 1 злоты. А на взрослую порцию 50% скидка в пятницу. Вот порция 17 злотых, кто ест в осень было. Вот детская за 1 злотый. Вот такие порции есть. И вегетарианские, и обычные ясные шарики. Что, идемте кушать? Ади, видишь, что ты делаешь? Ади катается. Качеля? Качеля. Качеля. Да? Влад, как мы кушаем в Икеа? Две тележки. Сразу видно, кто здесь голодный, да? Вот, покажу вам десерты. Вот они стоят сейчас по 11, по 12, по 8, по 7, по 6. Но они такие, не прямо сильно большого размера. Вот, здесь соки. И там детское меню написано. Эта цена уже со скидкой 50%. Вот это Владу понравилось, мы такое пробовали. Ну, и по 7, по 8 злотых. Вот это взрослые порции. Ну, пожалуйста, сейчас покажу, как это все в реальности будет выглядеть. И вообще, сколько на нашу семью будет тарелок, и какой чек выйдет. В общем, что у нас получилось? По две порции детям, и нам, Владимир, по две порции. Еще кофе. Ну, берется кружки, и можно безлимитно делать кофе. И детям газированные напитки. И вышло это у нас два чека. Один 27 злотых, и второй 28. То есть, по сути, получается 60 злотых, грубо говоря, за вот это все. Мне кажется, очень даже хорошо. Смотрите, сколько людей. Очень много. Сейчас ищем наших детей. Так, а где они? Там дальше? Илана говорит, здесь есть детские планшеты. Ага. Ну, классно. Давай. Илана. Сорока ворона. Кашу варила. Деток кормила. Этому дала. Этому дала. Этому дала. Этому дала. А этому? И дала. Он каши не варил. Он каши не солил. Да? Молодец. Молодец. Ну что, мы едем уже домой. Адюша, ку-ку. Едем домой. У нас дождь опять начался. Наелись. И спешим домой. Хотели еще, конечно, по дороге заехать в магазин Диме кроссовки посмотреть. Но уже не успеваем, потому что у меня созвон. Через 7 минут созвон, а еще 16 минут ехать и просто не успеваем. О, смотрите, автобус вреди ездит. Наши едут. Родненькие. Все, мы уже дома. На улице льет и льет и льет и льет. Капец. Сейчас провожу созвон. Не могла в машине договорить. Адриана кричит. Приехали домой. Сейчас у меня созвон с моими учениками. Потом еще один созвон индивидуальный с моим учеником. А сейчас будет групповой. И потом надо еще поехать в магазин за продуктами. Владу приготовить еду для работы. Потому что завтра он уже уезжает в обед. Так что вот такие вот дела. Я рада, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я не пропаду больше на такое длинное время. И скоро мы снова с вами увидимся. Всем пока-пока.